Здравствуйте! На календаре среда, на часах начала 8-го, а значит пришло время активного жителя. 18 марта в России отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Весной 1649 года в России был принят наказ о градском благочении, который и положил начало формированию жилищно-коммунальной отрасли. С 1988 года профессиональный праздник работников ЖКХ, как и День работников бытового обслуживания, отмечается в 3 воскресенье марта. Накануне праздника мы встретились с генеральным директором Полевской коммунальной компании Ларисой Потапченко. Лариса Юрьевна рассказала о планах и перспективах ПКК и о людях, которые неравнодушны к своей работе и полевчанам. Лариса Юрьевна, наш активный житель спрашивает, а какой он идеальный работник жилищно-коммунального хозяйства? Моё представление об идеальном работнике жилищно-коммунального хозяйства – это, конечно, прежде всего неравнодушный человек. Человек, который откликается и должен откликаться на любую просьбу, потому что наша работа связана, прежде всего, с жизнью наших людей, наших жителей. И по любому какому-то клику, я имею в виду наши диспетчерские пункты, куда приходит вся информация о каких-то проблемах, то мы должны сразу, своевременно откликнуться и решить. Но и человек должен быть неравнодушный. Ваша компания стремится к тому, чтобы каждый работник проявил себя, доказал, что он профессионал. Это участие в конкурсах профессионального мастерства и победы в них. Традиционно проводим конкурсы на базе нашего предприятия. То есть это конкурсы «Лучший дворник», это конкурсы «Лучший работник года». И у нас это достаточно проходит, я считаю, на высоком уровне. Люди заинтересованы участвовать в таких мероприятиях. Но мы не только участвуем среди наших работников здесь, в полисковой коммунальной компании, мы вышли уже и на уровень области. Можно похвалиться, что мы третий год участвуем в конкурсе профессионального мастерства «Мастер ЖКХ» в номинации «Лучший столер», «Лучший сварщик», «Лучший дворник». И в течение трех лет мы занимаем там призовые места. Но и самая такая, я считаю, награда была у нас, это «Человек года 2012», «Человек труда 2012». Заработали, получили мы эту награду, мы очень старались. Мы провели очень большую работу на предприятии для того, чтобы проучаствовать в этом мероприятии. Ну и результат был, как говорится, налицо. Но бывает, что наше представление о коммунальном работнике и компании искажают факты нашей действительности. Как избежать непонимания между собственниками жилья и работниками ЖКХ? Ну, учитывая вот склад нашей работы, что мы должны напрямую, прежде всего наша вся работа зависит от наших жителей. То есть, и должен быть диалог напрямую с нашими жителями. Поэтому у нас создан сайт, где мы размещаем всю информацию. Мы постоянно даем информацию в средствах, масса информации, так сказать, в газетах, на телевидении. Мы стараемся отслеживать все изменения в законодательстве. Мы стараемся это все людям рассказать, объяснить. Постоянную информацию мы преподносим на наших квиточках, на наших квитанциях. Мы участвуем систематически. Это союз ветеранов, то есть по приглашению мы приходим, мы делаем разъяснения. Ну и, соответственно, прямой диалог у нас идет, это прием по личным вопросам. То, что касается 731-го постановления, то в соответствии с ним мы раскрываем всю информацию, то, что требует законодательство, уже и как на нашем официальном сайте, так и на сайте Минрегиона. Точно так же информацию можно получить в ассоциации управляющих компаний, в которой мы состоим. То есть там имеется свой сайт, там вся информация про политическую коммунальную компанию есть. Активный житель попросил задать вам вот такой вопрос. Сейчас очень много на центральных каналах говорят о правильном формировании тарифов на услуги ЖКХ. Над этой темой, которая так бьет по нервам жителей, наверное, постоянно работают и ваши специалисты. Да, действительно, информации на телевидении очень много, как положительной, так и негативной. Наверное, негативной больше. Но, тем не менее, мне хотелось бы сказать про нашу компанию. То есть в сфере того, что мы действительно отслеживаем все изменения в нормативной и скандидательной базе, то есть мы стараемся предугадать то, что будет. Потому что законы иногда действительно уходят с какими-то пробелами. И потом уже вследствие какого-то времени, каких-то вспышек социальных, уже начинают дополнять вот эти вот пробелы. Ну, то, что касается, например, буквально недавно, это 354 правила, да, вышли. Потом у нас постановление РЭД было, где должны были коммунальщики начислять общедомовые нужды по расчету общего имущества многоквартирного дома. То есть открываем паспорт, и там идет перечень общего имущества. Это достаточно большое. Там и чердаки, и лестничные клетки, и лифтовые помещения, и подвалы. Но, тем не менее, проанализировав, сделав мониторинг, мы не пошли на то, чтобы начислять вот такие громоздкие большие цифры. Мы прекрасно понимаем, мы точно такие же жители, как и все остальные, хоть мы и работаем в коммунальной сфере. То есть мы провели мониторинг вот этого села, сделали расчеты. И сделали, конечно, расчеты, сделали по минимуму. То есть сделали общедомовые лестничные клетки, начисления по лестничным клеткам. Но, как показало время, потом вышло у нас изменение к этому закону, и мы оказались правы. То есть, еще раз хочу сказать и подчеркнуть, у нас нет цели максимально сделать расчеты для населения. У нас цель только одна – сделать правильно и в рамках законодательства. То, что касается жилищных услуг, то, что касается коммунальных услуг, конечно, у нас это проверяющие органы, это РЭК, и какие были проверки на сегодняшний день, на сегодняшний момент, никаких замечаний по начислениям нет. Точно так же могу сказать со стороны прокуратуры. Говорят, что человек познается в делах, особенно в трудных ситуациях. Зима испытала вас на прочность. Сейчас не дает расслабиться. Как люди себя проявили? Это наша работа. Поэтому никаких здесь всплесков эмоций не было. Но, тем не менее, могу рассказать. Буквально с января месяца на водопроводе в Зеленом Бару у нас три порыва. Три порыва и именно выходные дни. То есть у нас работает аварийная бригада, которая занимается именно устранением вот этих всех работ. Но необходимо то, что согласовать, вот эти все раскопки, все эти работы планово. Мы работаем это совместно с другими организациями коммунального комплекса. То есть здесь у нас открыт такой диалог. Мы это максимально стараемся все устранить, все эти замечания. Не замечания, а работы по устранению аварий. Но удивляет иногда меня как руководителя то, что какой самоотверженный труд все-таки у наших работников. Вот недавний пример. В январе месяце порвала у нас теплосеть в Зеленом Бару. И все это видели. И мы тоже это все оповещали. Но наши работники, наши сварщики работали. То есть в камере пар, в камере достаточно температура, если там подача до 60 градусов мы снижали. То есть в этих условиях они варили в камере трубопровод, выходили на улицу, на улице было минус 30. Представляете, вот это вот, да, вот это вот, я считаю, подвиг наших работников. То есть нам есть чем действительно гордиться нашим трудом. Активный житель спрашивает, а что с модернизацией всех сельских котельных? В 2011 году мы провели модернизацию сельской котельной. И, как можно сказать, уже показал опыт, у нас уже имеется статистика. То есть снижение тарифа идет буквально на 2%. Я имею в виду себестоимость тарифа именно вот по этой котельной. Но, учитывая то, что у нас еще имеется 3 котельных, 3 котельные в Косом Броду, 1 котельная в Курганово, мы произвели расчет. Мало того, мы уже подготовили инвест-программу, которая направлена у нас уже на рассмотрение в РЭК. По модернизации вот этих котельных для того, чтобы действительно снизить себестоимость геккалорий. Но это за счет энергоэффективности. То есть идет наименьшее потребление газа и электричества. Оборудование современнейшее и моднейшее, можно так сказать. Результат будет. И в этом году мы уже планируем приступить именно к строительным монтажным работам. Лариса Юрьевна, а можно сказать, что за 10 лет, что Полевская коммунальная компания работает на рынке услуг ЖКХ, она сумела создать команду единомышленников? Я не раз говорила, что, по-моему, самые лучшие люди работают у нас, мне кажется, в Полевской коммунальной компании. Потому что коллектив действительно сплоченный, но самое главное, здесь работают люди, которые понимают буквально с полуслова. И это касается юристов, это касается энергетиков, инженеров. Буквально в случае экстремальных каких-то ситуациях уже все себя проявили. И что самое интересное, вот, как я называю, временщики, они здесь не задерживаются. То есть, о чем мы говорили, люди, которые неравнодушные к своей работе, к проблемам чужой боли, ну, месяц-два и они уходят. И остались здесь только именно проверенные люди. Но самое интересное, что вот у нас штат порядка 524 человек и четверть вот этих людей, это люди, которые проработали в сфере ЖКХ более 10 лет. То есть, здесь уже есть о чем, я думаю, задуматься. То есть, это, прежде всего, конечно, качество выполняемых работ. Но и еще такой показатель, которым мы тоже гордимся, у нас 16 семейных династик, которые действительно вот семьями работают у нас на нашем предприятии и не один год в коммунальной сфере. Это тоже замечательно. А у Полиской коммунальной компании есть планы? Хотелось бы мне уже разделить немножко, как бы, нашу деятельность. То есть, Полиская коммунальная компания работает как в сфере жилищных услуг, так и коммунальных услуг. Вот жилищные услуги, это содержание многоквартирных жилых домов. Мы сейчас переходим, если раньше у нас были планы буквально на год по содержанию, по текущему ремонту домов, то сейчас мы планируем перейти на пятилетнее планирование, как было когда-то в социалистические времена. Я считаю, это было неплохо. То есть, будут такие сформированные планы, люди будут понимать, в каком году какие работы будут выполнены. Да, у нас существуют какие-то аварийные работы, это, конечно, будет нашими планами учтено, и так предусматривает методика. То есть, резерв будет у нас запланирован. Ну и, соответственно, отсюда можно уже говорить и о тарифе. Ну и хотелось бы тоже еще сказать, вот мы приобрели тепловизор и планируем вот со следующей недели уже приступить к таким работам, как обследование многоквартирных жилых домов и, в частности, межпанельных швов. Потому что, если когда-то мы начинали работы по ремонту швов, это было буквально, ну, метров 500-600 в год, то сейчас мы дошли до 3 километров. Мало того, проблемы у нас и не только в швах, проблемы это у нас и оконные блоки, да, которые пропускают у нас тепло. А сейчас мы все с вами работаем на энергосбережение, на энергоэффективность. Даже не работаем, а живем, по-моему, потому что от этого зависит именно и начисление по коммунальным услугам. То есть, вот попытаемся, я думаю, у нас это получится, проводить вот такие работы. То, что касается коммунальных услуг, то еще раз хотелось бы сказать, что мы 10 лет обслуживаем наши сети. Это канализационные станции, это котельные, и мы знаем уже проблемы каждого участка. Поэтому мы разработали индиционные программы, это в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и котельная, о чем мы уже с вами разговаривали. И все это направили, мы разработали программу, направили в РЭК. И после утверждения, я думаю, это будет, ну, в этом году однозначно, с 2014 года мы уже начнем заниматься, именно вплотную заниматься по программам инвестиций, модернизации наших сетей. Ну, самое главное, самый главный результат, конечно, это качество предоставляемых услуг. Активный житель, человек любознательный. Он спрашивает, а генеральный директор управляющей компании пришел в эту отрасль не случайно? Когда я закончила строительную технику, начинала работать в качестве нормировщика, затем долгое время я проработала с метчиком, именно в коммунальной сфере. И на сегодняшний день такое ощущение, что больше другого-то я ничего и не умею, только и не знаю их только как коммунальную сферу. Я горжусь своей работой и горжусь тем, что я делаю, и мне не стыдно, мне не стыдно за свою работу. Хочется сказать большое спасибо всем работникам предприятий жилищно-коммунальной сферы за их самоотверженный труд, высшей оценкой которого становится комфортное проживание людей в нашем городе и хорошее настроение проживающих в наших домах. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия. Свой профессиональный праздник работники Полевской коммунальной компании отметят на площадке областного конкурса профмастерства «Мастер ЖКХ-2013». Столер, сварщик, дворник и команда поддержки из числа работников ПКК будут бороться за звание лучших в области. И мы пожелаем полевчанам удачи. Это была программа «Активный житель». До встречи в следующую среду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok